В зале прибыла тема блокчейна, она, видимо, вызывает такую хорошую, интересную реакцию, как любопытный интерес, это понятно. Анатомия блокчейна, или как встраивается этот мир с помощью блокчейна, встречает мне английский технологий блокчейн и интернет-предприниматель Григорий Слинко. Здравствуйте, дорогие друзья, я хочу спросить, меня там хорошо слышно, чуть-чуть сзади, потому что я был нормально, да? Все, отлично, спасибо. Если плохо, немножко можно поближе подсесть. Мы хотим с вами поговорить о очень интересной теме, не знаю, насколько она развита здесь, в вашем регионе. Я, правда, спрашивал, не нашел пока команд, которые занимаются созданием и проектированием блокчейнов, или делают стартапы в блокчейне или смарт-контракте. Я поэтому хочу вас спросить, есть ли кто-то, кто в теме, кто занимается этим? Так, вижу вас, братья по крови. Так, остальные нет, да? Майнинг, это элемент этой технологии, конечно, а он входит в это. Второй вопрос, а скажите, пожалуйста, кто знает, что такое блокчейн? Поднимите руку. Отлично, мне легче будет. Значит, то есть глубоко вы понимаете, включая технологию ее, да? Правильно я понимаю? Не просто термин, а технология. Но, тем не менее, это где-то ползала, и я бы хотел свою презентацию разбить на три части. Первая часть это будет. Мы с вами поговорим, для той второй половины, расскажем, что же такое все-таки блокчейн, да? Вторая часть. Мы поговорим, где блокчейн уже используется, где эта технология работает. И третья, это будущие перспективы блокчейна. Ну, вначале важность. Почему столько разговоров об этом, да? Вот Греф сказал, что технология блокчейн – это новый интернет. И в свое время никто не верил, но, тем не менее. Идея такого же уровня, как интернет. И вот он говорит, меня спрашивают, останется ли Сбербанк после того, как эта технология будет зрелой. Вот ответ простой. Это очень большой вопрос. Какая из технологий вообще и какие из компаний вообще останется? Если мы еще добавим все правильные технологии, цифровую трансформацию, именно искусственный интеллект, бигдейту и другие-другие все вещи, интернет-вещи, дополненную и виртуальную реальность, то, конечно, узнать новые компании будет очень сложно. Смотрите, вот в Китае запрещен блокчейн, по сути, то есть китайская правительство запретила ICO и криптовалюты. Тем не менее, государственное телевидение назвало блокчейн технологией, которая в 10 раз важнее интернета. Это о чем-то говорит. Financial Times не настолько эмоционален. Он просто сказал, что блокчейн – самое важное явление десятилетия. Итак, что же такое блокчейн? И давайте дадим определение цепочке блоков. Переводится с английского. Ну, в общем-то, это распределенная, децентрализованная база данных. Распределенная база данных – это база данных, составные части которой размещены в разных узлах, которые называются ноды компьютерной сети в соответствии с каким-то критерием. Цепочка блоков транзакций, более счетного определения, то есть выстроена по определенным правилам, непрерывная, последовательная цепочка блоков. Но я считаю, что правильное, самое правильное определение дал Ярослав Логинов, который вот сидит здесь в первом ряду. Я его забыл вам представить. Крипто-анархист и известный человек блокчейн-пусовки Москвы. Будут вопросы, к нему тоже обращайтесь. Он программист, архитектор. И очень хорошо, думаю, вряд ли найдется человек, лучше понимающий блокчейн. Так вот, он дал такое определение, выстроенное по определенным правилам цепочкой из формируемых блоков транзакций. С экономическим мотиватором обеспечения работы злого. И это мы считаем очень важным. Можно сравнить блокчейн с книгой. В книге у нас есть, ну это и есть книга, Ledger, еще бухгалтерская книга. Блокчейн в блоке, а в книге страницы. Если еще брать аналогию книги и блокчейна, это нельзя, невозможно в книге незаметно вырвать страничку и сказать, что так и было. Ну не можем мы из войны мира вытащить момент, когда Наташа Ростова встретилась с Балконским, и сказать, вот так и не было этой встречи. Так и в блокчейне нельзя взять и удалить какие-либо данные, если вы вносите это, как говорится, на века. Невозможно изменить существующий текст книги. Нельзя подделать информацию. Содержание книги хранится во множестве экземпляров. Так и здесь база данных, информация сети блокчейн хранится во множестве узлов. И в этом преимущество блокчейна. Неизменяемость, доверие, легкость, аудита и экономия. Я хочу сказать самое главное свойство блокчейна, которое, на самом деле их довольно много, но что главное нужно выделить? О, извините. Самое главное это то, что блокчейн устраняет недоверие между людьми и организациями. Если мы говорим о том, что интернет это новая парадигма коммуникации, то блокчейн это новая парадигма в самоотношении между людьми. То есть парадигма доверия в недоверительной среде, что важно. Но, как утилитарная черта, это блокчейн устраняет посредникам, что важно для бизнес-процессов. Если взять немножко истории, но, я думаю, половина, которая поднимала руку, знает, ничего нового не будет. Но 31 октября 2008 года Сатоши Накамото написал манифест, который сейчас сравнивается с манифестом коммунистической партии. Призрак бродит по Европе призрак коммунизма, а здесь призрак бродит по Европе призрак биткоина. На самом деле, это вот его послание, которое называлось «Пир-то-пир электроник кеш-систем», в котором он описывал эту новую систему. Он сказал, что я три года работаю над этой системой, и суть ее в том, что можно передавать цифровые ценности, или будем говорить так, цифровые деньги, без участия третьего лица. То есть, нам не нужен банк. Когда мы говорим о биткоине, основное — передача денег от одного человека, минуя посредника. Сатоши делает 3 января первый Genesys-блог. Все это было тослано на форум криптографов. Ну, мало ли кто что скажет, что Муяр создал супер-пупер систему. Люди ее юзают, пробуют, но никто как-то особо. Ну, кто-то становится евангелистом этого, кто-то нет. И вот довольно длительное время это не было каким-то трендом или еще какой-то прорывной технологией, да. Пока в 2010 году была сделка знаменитая, уже старшая, культовая сделка с пиццей, которую сделал Асл Ханич, который придумал майнить. Мы поговорим, что такое майнинг дальше. Придумал майнить на видеокартах, и это резко ускорило майнинг в криптовалюты. Он очень много их наманил, но они ничего не стоили. И он предложил за 10 тысяч биткоинов купить пиццу. Откликнулся какой-то бит в Лондоне, он заказал бы у нас за 28 евро пиццу, ее доставили в Америку, и Ханич перевел 10 тысяч. В декабре 2017 года эти 10 тысяч стоили 200 миллионов долларов. Очень интересная вещь, да, когда пицца стоит 200 миллионов долларов. 2011 биткоин торгуется на бирже, 2012 первый банкомат на биткоине, ноябрь 2013 резкий рост курса. Текущий на 10-е, когда я презентацию делал, 6 с половиной тысяч, но сейчас упало, да, Ярослав, где-то 6200, да. Кто такой Сатоши? Откуда он взялся? Начали много интересных вещей про это говорить. Вот нашли некого Дориана, Сатоши сказали, биткоин, мы придумали, вот его реакция. Биткоин, а что это такое? Есть крэграйд, который мог это сделать, но он не делал. Он сказал, я, Сатоши, на кому-то потребовали доказательств, приватный ключ. Первого, все-незис-блока, но это не подтвердилось. Мы думаем, что это Ник Саба. Ник Саба давно работал в этом направлении. Он создал, он и придумал смарт-контракты, он, и именно он создал WorldMeet, это технология, которая работает с цифровым золотом. Чуть-чуть его технология не дотянула, она такая претеча блокчейна. Итак, блокчейн, технология. Почему она возникла? Очень много меня спрашивают. Много разных теорий. Кто-то говорит, что это АНБ придумала, чтобы всему миру насолить и решить проблемы Соединенных Штатов с тем, чтобы задолженность эту триллионную. Много еще других вариантов было. Мое мнение, выскажу, это все-таки ответ на ложь. Какая ложь? Вот обратите внимание, мыльный пузырь. Знаменитый инвестиционный банк Лейман Бразерс опубликовал в 2007 году отчет финансовый. Выручка 59 миллиардов долларов. Чистая прибыль, это знаете, это после уплаты налогов. 4,2 миллиарда. И через 9 месяцев банк разорился. Это что такое? Что за ложь? Почему они обманывают людей? Банк накрылся медным тазом. Что-то с этим надо делать, с этой ложью. И ответ на высказал человек, который далекий от IT, Фрэнг Лойт Райт. Человек, который придумал органическую архитектуру, архитектуру. Органическая архитектура, это когда мы приезжаем на место строительства здания, да? Но бульдозерами не равняем ничего, а встраиваемся в то, что существует, в существующие лошадки. Называется органическая архитектура. Так вот он сказал, высокомерие власти вынуждает заменять деньги идеями. Я думаю, в этом дело. Люди встали от лжи. И ученые, они придумали эту технологию, которая с 2013 года стала расти. И вы знаете, что сфигулянты, которые увидели в ней потенциал, они создали вот этот УЗМУНК, и волатильность пошла вверх. С того, что ничего не стоило, до 20 тысяч долларов. Но сейчас, слава богу, это все упало. Я говорю, слава богу, почему? Потому что сейчас вот как раз мы должны заняться, мы с вами, и я надеюсь, кто-то услышит призыв, заняться нормальной человеческой работой по использованию этой технологии. Что еще решает блокчейн? Вот яблоко. Обычно яблоко не передают человеку, но все понятно. Есть субъект, объект, есть материальная вещь. Никаких вопросов. Мы передали яблоко, и все. Как передать цифровое яблоко? Ну, вы скажете, по электронной почте нужно, да, рисуночек, джипе. Обязательно отправим. Да, но если подразумевать под этим яблоком нету цифровую ценность, то я, как передаю владчику этого дела, отправитель, я могу растиражировать, как сделать цифровую модель этого яблока уникальной. Но вы потом как защитить от того, что вы не хакнули это дело? Так вот, это решает блокчейн. Итак, какие вопросы решался тоже при создании биткоина? Кстати, биткоин – это не только криптовалюта. Понятие биткоин в первую очередь включает понятие блокчейн, во второй – протокол, и в третью – криптовалюту. Итак, какие вопросы решался тоже? Первое – задача византийских генералов, как создать распределенную децентрализованную сеть, как замотивировать участников сети, поддерживать ее, формировать и подтверждать блоги с транзакциями, как перейти к консенсусу, как передавать большие объемы информации, как надежно зашифровать транзакции. И важный момент – экономическая модель в этом во всем. Задача византийских генералов. Очень важный момент, когда я разбирался с этим, я понял, что, может быть, это самое главное в блокчейне. И это делается на примере задачи математической, которая существует в блокчейне. То есть, когда речь историческая, да, византия в упадке, но, тем не менее, она ведет войны, она нападает на неприятеля. Есть подразделения, которыми командуют генералы. Задача – а, есть главнокомандующие. Проблема в том, что она в упадке, соответственно, есть предатели. Люди, которые предали византию. Вопрос. Ну, сразу проецируйте на сети. Вместо подразделения генералов – это, конечно, компьютеры и сеть. Вопрос. Как решить задачу? То есть, как победить в войне? Есть три варианта решения. Первый вариант – это все атакуют одновременно, захватывают неприятели, побеждают. Самый лучший вариант. Второй вариант – все отступают, одновременно договорившись. И это промежуточный вариант. Армия сохранена, решение будет возможно в дальнейшем. И третий вариант – когда одни подразделения атакуют, другие подразделения отступают, неприятел видит хаос, наступает и разбивает византию. Как не допустить третьего варианта? Так вот, если есть предатели, и предателем может быть главнокомандующий, что очень важно, то когда предатель – главнокомандующий, у этой системы нет шансов. Он будет одно и подразделение направлять вперед, другие направления назад. И система никогда не сможет выиграть. То есть, мы говорим о том, что децентрализация, устранение одной точки отказа и руководство с одной стороны является важнейшим элементом этой системы. Как создать распределированную децентрализованную сеть? Ну, мы это знаем. По торренту и так. Это одноранговая децентрализованная передливая сеть. Пир-то-пир равный к равному. То есть, в какие-то моменты, вернее, отсутствуют выделенные серверы, и каждый узел, пир является, в какой-то момент он является клиентом, в какой-то момент он является сервером. Как зашифровать, как сделать так, чтобы никто это делал не хакнул? Вот одно из направлений хеширования. Ну, я думаю, многие из вас знают, что такое хэш-функция. Функция это преобразование массивовых входных данных в производной длины в выходную битовую строку фиксированной длины. Здесь на экране вы видите... Да, в блокчине используется SACH2, которая входит в SACH256. Это технология CQ-хеш-алгоритма, которая была разработана INB, кстати, что добавляет сомнений в тех, кто говорит, это все придумали в Радожской спецслужбе. Но, тем не менее, это так, они разработали и открыли, и отдали это в свободный доступ. Но... используют SACH256. Не трогаю. Для примера, мы с вами видим хэш Романа Ивановича Толстого «Войной мир» двух единиц. Вот он внизу. То есть, что такое хэш? Это такой отпечаток пальца, объем информации, сверстка, который позволяет хранить данные, что там происходит. Включается. И так, зашифровали. Что нам еще остается? Как замотивировать людей создавать эту сеть? Вот и был придуман знаменитый майнинг. то есть, добыча полезных ископаемых в первую очередь. Это деятельность по поддержанию распределенной платформы и созданию новых блоков. Собственно, майнеры, они думают, что не зарабатывают криптовалюту. На самом деле, их главная задача это поддержка сети и формирование блоков. Как же происходит этот процесс майнинга? Я бы его сравнил, собственно, с лотарием. А это довольно бессмысленный процесс, который, в общем-то, происходит таким образом. Ну, такой аналог, как бросание кости. Есть ноды. Ноды — это программное обеспечение на компьютере и сам компьютер. Программное обеспечение начиная с Genesis-блока. Вот это всю цепочку блоков, которые формируют цепочку транзакций. Все нормально? А, это вот это выключается. Извините, я просто смотрю сюда. Значит, в чем смысл этого действия? Значит, программное обеспечение занимается перебором. Фишей оно берет некое число нонсен называется. Оно подставляет это и в хэш, и числовое значение этого хэша должно быть меньше нету заданного, который называется difficulty target. Цель его уровня. Но, если так образно, бросаем кость, не нашли этот хэш меньше заданного, нода 722, следующая бросает, не нашла. а вот нода 423 нашла, бинго, она выиграла. Она выиграла со всей сети, которая разбросана по миру. Ноды находятся во всем мире, любой из вас может стать нодой, для этого нужно зайти на bitcoin.org и скачать все программное обеспечение, начиная с Genesis Block, и стать майнером. Но вопрос, что вы на майните? Я думаю, ничего. Но сатоши на майните. Сатоши это 7 нулей единица от bitcoin. Ну, то есть, это даже там меньше рубля и так далее. Поэтому люди сбиваются в пулы. Их 21 наиболее мощных они объединяют свои возможности по поиску этого хэша. И вот они выигрывают. Что получают они взамен? они получают 12,5 биткоина. Если перевести в районе 80 тысяч долларов. И каждые 10 минут происходит формирование блока, получение выигрыша и присоединение этого блока к общей сети. Ну, а не просто присоединение. Основным, что сам придумал Сатоши Накамонда, все остальные технологии, централизация, значит, бирту-бирту сеть, это все было придумано за ним. Сатоши придумал доказательство выполнения работы Proof. То есть Proof of Vogue это, ну, в общем-то, это принцип защиты сетевых систем от злоупотребления услугами, услугами, от просто так, в том числе. Но основное это от атаки Сибилы, защита, которую блокчейн решает. То есть, что такое Proof of Vogue? Вот когда человек нода выиграла, она, программное обеспечение отдает этот мейнфул на проверку. И шесть нод, выбранных Харадон, должны подтвердить, что действительно эта нода выиграла, что действительно она правильно сформировала транзакции, блок с транзакциями. То есть все транзакции, которые были сформированы правильно, правильно написаны хэш этой транзакции, правильно показаны нодцы. А когда они дают добро, только тогда, а это процент 10 минут лица, только тогда блок присоединяется к общей распределенной сети. Очень затратно, да? Есть много денег идет на электричество, на объемы большие используются компьютерные, и это не экологично. Поэтому придумали еще один пруф, который в принципе работает. На самом деле их придумали много, но вопрос в том, что работает, что может работать безопасно. Так вот пруф, пуфуф стейк, но здесь просто, потому что это то, как существует наш мир, здесь у кого больше денег, то удовольствие сформировать блок выше, соответственно, вероятность выиграть тоже выше. Есть разные модификации, вот платформа российского происхождения Александра Иванова, она там делает, например, лизинг, пруфуф стейк, другие дела делегейт пруфуф стейк, которые отдают полномочия каким-то нодам, которые, собственно, это и решают. Много еще есть других, но мы еще поговорим о доказательстве, о пруфах. Вот пример выигрышного хэша, обратите внимание, это реально выигрышный хэш, видите, в начале 20 нулей, вот именно это наличие нулей и говорит, что в общем-то числовое значение этого хэша меньше заданного. Да, мы еще должны сказать, что кроме хэширования у нас есть очень интересная криптография, а именно асимметричная система защиты информации, то есть когда вы открываете кошельки, у вас получается публичный и приватный кошелек. И именно вот это сочетание, которое друг к другу связанное сочетание позволяет обеспечить приватность и шифрование этой всей информации. Вот Сатоши сказал, что мы считаем, что цифровая монета это последовательные цифровые подписи. Каждый держатель переводит монету следующему владельцу, поставив свою цифровую подпись и открытый ключ следующего владельца. И получатель может проверить достоверность подписи и убедиться, что данный биткоин действительно переходил от одного владельца к другому. Ну и естественно экономика. Мы видим мотивацию. В создании сети мы видим, что люди идут, ну скажем для примера, что количество нот биткоина в районе семьи, иногда десяти, оно калибрится в десяти тысяч. и это важно, важно для безопасности, важно защита от атак, атаки двойной траты, атаки пятьдесят одного процента. Сейчас, пока, биткоин с всем этим справляется. Теперь важным моментом в блокчине является смарт-контракт, его придумали в эфириуме, который создал наш соотечественник Виталий Бутерин, вы знаете о нем, наверное, много. Он, собственно, в 17 лет открыл журнал биткоин магазин, и сейчас он продолжает этим заниматься. Ну, конечно, эфириум, умный контракт. Вот так выглядит умный контракт. Что это такое? Давайте посмотрим, как работает умный контракт на примере контракта в недвижимости. Кстати, это вещь, которая полностью изменит предпринимательские ландшафты. Убираем человеческие взаимоотношения ненадежные, мошеннические и часть функции, часть функции отдаем программному коду, программе, которая все выполняет. Вот пример. Продавец дома, продаем покупатель дома, да, открываем кошельки на эфир, покупатель заносит стоимость дома на, ну, это обязательно в криптовалюте, заносит на свой кошелек и создаем смарт-контракт в замечательном облачении эфир. 90% смарт-контрактов делаются на эфир. Что происходит дальше? вот этот продавец и покупатель могут поехать рыбачить или там куда-нибудь вдаль светлую. Дальше все делает смарт-контракт, то есть это скрипт, который выполняет следующий функций, он заходит, проверяет, действительно ли этот дом заходит в регистрационную палату. Сейчас это теоретически, потому что здесь вопрос с государством, мы рассматриваем, как это работает в теории, как работает реально, скорее всего, вам могут рассказать сегодня вечером, будет представитель Сбербанка, которые могут работать с государством на распределенные реестры, вот они, наверное, могут рассказать. Сейчас пока мы теоретически говорим, потому что мы сейчас поймем, почему это ремарк круто сделано. Итак, заходим в регистрационную реестр, проверяем, действительно, принадлежит, это все делает смарт-контракт, действительно ли это принадлежит продавцу дома, если да, то переводим на покупателя и параллельно снимаем деньги и с покупателя в крипте и переводим продавцу. Все, то есть изначально договоренности человеческие выполнение скрипт, программа, код. Теперь давайте посмотрим, как это все реально воплощено. Вот это такая стена плача, где уже используется блокчейн и стена радости, давайте ее назовем. Давайте поподробнее ее рассмотрим. Итак, социальные сети. Что нам дают социальные сети на блокчейн? Мы убираем синдром Цукерберга. Когда его вызывают в Конгресс и спрашивают, вы почему сделали это, 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 правительство наезжает на него, а он модерирует кого-то, удаляет. Это невозможно, когда сеть децентрализована. Синерио делает пока это такие опытные, не слишком широкие, но когда понимание и количество созреет, то и качественный переход будет на децентрализацию. То есть социальная сеть, которая убирает серверные агентов, не модераторов цензуры, отмена системы цензурирования со стороны владельцев социальных медиа, отмена алгоритм с сортировкой новостей и управлением контентом. Понимаете, да, что сортируют и дадут вам только те новости, которые вы, то есть манипулируют вам, то есть дают те новости, чтобы вы делали то, что они хотят. Здесь у нас выбираются юристы, провайдеры страховых услуг, IP-специалисты, это специалисты в области интеллектуальных продуктов. Я сейчас не буду останавливаться конкретно, будет презентация, но можете почитать это все и зайти на их сайт и посмотреть, как у них дела, потому что очень много различных использований в различных областях. Цифровая идентификация, то есть проекты, выбирающие посредников в лице серверового сайта, посредников, использующих онлайн-инфо. То есть это прозрачное безопасное управление данными, нет централизованного хранилища, база данных ID и профили. Право собственности, вот известный проект немецкий, Describe, они фиксируют даже право собственности на картины, то есть это фотографируется картина, ее хэш, фото размещается в блокчейне, и, как мы уже знаем, это невозможно изменить, выдается сертификат человеку, и подделка уже невозможно. Управление, то есть проекты, убирающие посредников в лице офлайн, организации процессов контроля, сборе, анализы данных. Интернет-вещение, финансовая сфера, убираем посредников в лице регистраторов, брокеров и трансфер-агентов. нотариусы знаменитые, то есть блокчейн убирает посредников. У нас посредник государственный нотариус, который регистрирует маслами, знаем эти истории о черных риэлторах, о том, что нотариусы покупаются, человек, в данной ситуации проблема. Ну, в общем, вы должны понять, мы убираем человека с его слабостями, с его неправдой и ложью, и меняем его на программу. Суплайчейн процесса производства. Очень интересно. Мы рассматривали как-то кейс. Обычный пример. Как, например, выращиваются помидоры, которые продаются особенно, не знаю, у вас, наверное, помидоры вкуснее, но в Москве они очень пластмассовые. Туда забивается куча селитры, куча всякой галости, потом мы это едим печень большая, и умираем рано. Как сделать так, чтобы люди делали нормальную продукцию, как отследить, с уплайчейн сделать. Да, мы должны на каждом этапе с помощью не только блокчейна, блокчейн это база данных, мы записываем на них, которые нельзя никаким образом изменить, то есть хак нельзя. Но там, конечно же, должен быть еще интернет-вещей, отслеживающий каждую цепочку. и мне вот задают такой вопрос. Послушайте, ну что ваш блокчейн, он что? Волшебный ларец, который изменит человека, что он заставит его не лгать и говорить только правду. Нет, он его не заставит, потому что это всего лишь база данных. но представьте себе ситуацию, производитель помидора написал, как он выращивал помидор, клал ли он туда селитру, не клал ли он туда селитру. Например, он соврал, что он не клал, но ему в погоне за прибылью нужно быстро его выращивать. И он действительно клал. В конце цепочки это определяется. И все люди понимают, что он соврал, потому что изменить ничего не сможет, как сейчас. Сертификаты это подделать, порвать. С кем-то договориться прийти в Роспотребнадзор, занести чемодан. Невозможно. Если вы записали в реестр, вы, как говорила Раневская, плюнули в вечность. Вы свою ложь зафиксировали. Если вы готовы лгать все время, пожалуйста, но люди это увидят. И придет другой, который не будет лгать, и не будет власти на селитру или еще чего-нибудь. И он выиграет. Очень интересный кейс-опиан-базар. Это новый вид электронной коммерции. Чем интересен? Ну, по сути, это Авито. Площадка, на которой собираются продавцы и покупатели. Их соединяю. В данный момент нету ни копейки не берут посреднических, как Авито. Авито нужно содержать. Это централизованная система. в ней есть компания, директор, не знаю, там, куча народа, модераторов, бухгалтера. А здесь просто программа централизованная. И чем иначе интересно, в том, что в этих моментах продажи напрямую есть проблема некачественной продукции. Здесь люди придумали вещь, которая, когда вы можете взять третью роль кроме продавца и покупателя, вы еще можете стать арбитражем. То есть вы можете осуществлять аудит этого. То есть вы можете оценивать, за это вам будут платить участники этой сделки. Но это не скроу, но это арбитраж. Важный момент хотел в другое лирическое отступление. Где же работает биткоин, где же валюты точно. Они работают очень хорошо. Время, да? Да, попыстрее. Сейчас ЦБ оценил теневой оборот рынка в Москву 600 миллиардов рублей в месяц. Это 20-25 процентов месячного оборота розничной торговли России или больше всей розничной торговли Москвы. Три рынка дают 60 миллиардов рублей 25% месячного оборота России, который идет мимо. Учтите, что Центробанк вычистил банки по поводу черного нала, обналичивания и так далее. Как же они решают свою проблему? Ответ очевиден. Через биткоин. Китайские производители продают за кэш, потом переводят это в биткоин и отправляют в Китай. вот там биткоин работает очень четко. Проблемы блокчейна, плохая масштабирование, как следствие низкая скорость, высокая стоимость транзакции, влияние на окружающую среду, сложность системы, из-за чего негиком трудно оценить ее достоинства. Финансисты и государства не очень заинтересованы в распространении этой технологии. Ну и критерия применения вы можете посмотреть обязательно здесь пункт третий отсутствие доверия. То есть наличие базы данных, множество авторов, отсутствие доверия. Будущее, которое ждет блокчейн. Пузырь лопнет, на этом мы видим, мы уже наблюдаем этот процесс. 90% токенов потерпели неудачу. Будут расти государственные криптовалюты, то есть многие правительства не будут сидеть и смотреть, как существует нечто отдельное от них, которое может решать проблемы людей, вино государства. Поэтому криптовалюты есть, мы знаем Альпетра. Но цель блокчейна распределения власти, не разрешая одной группой контролировать свое вольное изменять правила, децентрализованные криптовалюты дают это мощное средство для сдержек и противовесов. То есть весь смысл системы сдержек противовесов. А государственные криптовалюты этому противоречат в корне. Но они все равно появятся и они будут, и одно через какое-то время будет и крипторубль. А децентрализованные криптовалюты станут параллельно такой операционной системой в экономике планеты. То есть будут попытки его уничтожить, но это не получится. Потому что нет консенсуса между государством. государства, которым надоели влияние доллара европы, такие как Латинская Америка, Сингапур, Швейцария, они будут приветствовать децентрализацию в криптовалюбном мире. Нам нужны убойные приложения для криптовалюб. И это не браузер. Мы знаем Brave браузер, который прекрасен, но это должно быть приложение, которое распространено везде, легкого использования, выступает как платформа для любых операций. Я считаю, что блокчейн это начало децентрализованного консенсуса, будут еще другие консенсусы, кроме Proof of State, Proof of Work, и система блокчейна это только первое внедрение. Нам нужно еще вернусь на секунду, вот Visa дает в районе от 25 в разные данные в разные пиковые моменты до не кто-то называет до 100 тысяч транзакций в секунду, блокчейн дает всего лишь 7 транзакций. Вы можете понять, пока формируется блок, 7 транзакций в секунду, это очень медленно. Может быть, с вашим участием будет разработана система новая, на искусственном, вернее, с помощью искусственного интеллекта. нужно сделать, чтобы криптовалюта стало намного легче пользоваться и это будет сделано. Сейчас, если вы занимаетесь либо трейдингом, либо оплатами через криптовалюты, у вас одна ошибка и все, конец, вы все потеряли. В том числе много хакинга, но не в самом блокчейне, а в биржах и те люди, которые не хранят на холодных кошельках, они тоже теряют. Протоколы будут абстрагированы, отделены от монет, то есть стандартизированы, потому что сейчас, если вы придумали часа округа спины, сделали блокчейн, поэтому делайте свой протокол. Нет, будут единые протоколы, и это чем-то напоминает эволюцию сегодняшних серверов, от голого железа до виртуализации контейнеров и бессерверной обработки данных. Будет основные метамонеты, 50-100 второстепенных вариаций. Мы знаем четыре модели монет, это дефляционное накопительство инвестирования, как security coin, инфляционная монета stable coin, это отражает сегодняшний доллар, токен действия, действия в сети, которые всегда должны быть бесплатные, например, для голосования, отправки тестового сообщения, и токен вознаграждения. Мы понимаем, что экономика меняется, мы понимаем, что мы ничего не понимаем в экономике, представьте себе искусственный интеллект будет собирать статистику по всей планете в реальном времени, и можем увидеть реальный экономический эффект, скажем, от пошлины на сталь, взорваемый одной страной, и как результат цены на строительство в другой стране, которая зависит, и так далее. То есть блокчейн очень изменит структуру. И, конечно, резкий рост гип-экономики. Гип-экономики фрилансеры сейчас стараются в корпорацию прийти и делать карьеру, а все идет к тому, что вы, в том числе, и вы будете в этом прийти, вы будете иметь 5-6 мест работы, и в этом туда движется все. И управлять вами будет искусственный интеллект машиной, то есть вам не придется искать работу, машина будет знать ваши способности и умения и подбирать краткосрочные заказы. То есть IT-проект будет выполняться в распределенной децентрализованной системе, которая будет разбивать работу на кусочки, анализировать ее, и выступать project-менеджером, отправлять задачи конкретно программистам, которые будут в этой системе. То есть искусственный интеллект как бы объединяет GitHub с AdWalk и системой Mechanical Turk одновременно. Вывод. Технологии блокчейн представляют собой фундаментальное обновление экономической системы мира. И когда они дойдут до нужной стадии и будут загружены, в этом, я надеюсь, вы поможете, то мир станет совершенно другим. Интернет это временная мода, говорил Роберт Метков, изобретатель Зенита. Сегодня мир без интернета невозможно представить, 20 лет нужно было для этого интернету, но парадоксально, но блокчейн покорит мир гораздо быстрее. Блокчейн вопросов подходите сюда. Кто хочет задавать вопросы, подходите сюда, будем по очереди отсюда. Такой вопрос. Вы говорили про то, что многие вайнеры сбиваются в пулы. Не считаете ли вы, что это проблема самопресимина, что это противоречит идея децентрализации? Что? Не считаете ли вы проблемой, что вайнеры сейчас сбиваются в пулы и не противоречит ли это, по вашему мнению идея децентрализации как таковой? Да, хорошо, спасибо. Хороший, интересный вопрос на самом деле. Если мы возьмем, да, это проблема. Я перечислял вам проблемы и это одна из них. То есть то, что реально сбиваются в пулы, а их посчитали реально 21. Поэтому, кстати, новая система, которая называлась ИОС, она создала на Proof of Stake именно систему, в которой 21 валидатор. Они просто посмотрели, как делается в биткоине. Да, проблема существует. И существует другая проблема 51% договоренностей, которые могут эти 21 пул организовать. Но пока этого не происходит, потому что это все равно, что выстрелить себе в голову. Они содержат биткоины, у них основная масса, поэтому я не думаю, что люди будут самоубийцами. Это может быть один-два человека, но как я говорил про децентрализацию, эта система работает. Один-два, ладно, все остальные обновят эту систему. Спасибо. Еще вопрос? Спасибо за доклад, было очень интересно. Вопрос такой. Смотрите, вы сказали, что кто выпустил биткоин, до сих пор неизвестно, есть только предположения. А скажите, пожалуйста, кто конечный бенефициар? Кто вышел на биржу? Кто поставил банкоматой? Кто этим всем владеет? Это первый вопрос. Если можно, второй сразу. Каково отношение официальной позиции России к биткоину и что грозит рядовому мужданину законопослушному, если он будет пользоваться отменным туалетом? Спасибо. Хороший, правильный вопрос задаете. Мне это нравится. Итак, кто бенефициар? Бенефициара нет. Нету, потому что это распределенная система и любое дело не могло появиться из воздуха. То есть смотрите, блокчейн, тот же эфириум, создают люди конкретно, они создают команду. Проект создает децентрализованную. Но задача в том, чтобы сделать, то есть грубо говоря, все свои рычаги и полномочия отдать, отпустить. И только, я думаю, в биткоине это было достигнуто благодаря тому, что Сатоши исчез. Может быть и был в этом смысл его основной, что то, что он исчез, чтобы добиться реальной децентрализации. Потому что если мы возьмем эфириум, что происходит? Происход в хардфорке. Хардфорк, ну, софтфорк, софтфорк не так. Хардфорк, вы знаете эту историю, да, биткоин, кеш, биткоин, который разделился, потому что, да, не биткоины, эфириум, классик образовался, да, то есть, что произошло? Украли деньги и волевым решением Бутырин откатил транзакции на какой-то блок, где деньги еще находились, и сделали форк. И вот это стало эфириумом. Тот, кто с ними согласился, пошел дальше. И это стало эфириумом классик. Это элементы централизации. И, конечно же, Бутырин это сделал централизованно. Почему? Вот эти ребята, они согласились. Как это можно оценивать? по-разному. Одни говорят, и большинство сказали, да, все правильно сделал, потому что деньги были украдены, надо было их вернуть. А те сказали, нет, это противоречит принципам самой децентрализации. Но, тем не менее, существует как одна редко, так и другая. А реально, так объективно положа руку на сердце, мы можем сказать, что самая основная децентрализованная система это биткоин. И это все понимают, видят. Когда вы посмотрите на коин-маркете перечень всех, их сейчас тысячи валют, то 50% почти занимает биткоин. Это не просто так, потому что это реальная реальная децентрализация. Спасибо. А, вопрос про Россию. Россия, отношения России, как и других государств насторожены. То, что сама по себе, сама по себе технология является антибанковской и анти, ну я не хочу говорить антигосударственной. Она антигосударственная в каком смысле? В смысле старой системы управления, в смысле коррупции, в смысле самых негативных проявлений государства. Государство в лице чиновников остерегается. Давайте мы понаблюдаем. Итак, никакого законодательного эффекта в России нет. Есть группы, которые работают в Думе над этим. Но, что я хочу сказать, как бы ребята не старались за свои там места, за то, чтобы сдержать это, вы не можете остановить прогресс, вы не можете броситься под пояс. Он вас сметет, потому что эта технология существует, она будет менять мир полностью. Мы начнем доверять друг другу. и что-то пытаться остановить ее невозможно. Спасибо, спасибо Григорьеву, спасибо всем, кто слушал. Спасибо и вам. У вас хорошие лица и хорошие голоса.